Привет всем! Вы на канале самого крупного импортера электромобилей из Китая в Украине, компании Volt Auto. Сегодня мы расскажем вам об очередном электрокаре, который произведен в Поднебесной и который вы можете купить у нас по очень привлекательной цене. Электромобиль D1 разработан концерном BYD совместно с компанией DD. Напомним, что он сразу создавался как авто для такси. Собственно, компания DD – это и есть один из крупнейших сервисов по заказу такси в Китае. Эту модель могут купить только зарегистрированные в сервисе водители. А таких у DD более 3 миллионов. Только вдумайтесь, 3 миллиона таксистов и это только в одной службе такси. Интересная особенность электромобиля – это раздвижная дверь справа вместо обычной распашной. Еще в салоне стоит обратить внимание на большой экран для развлечений. Предполагается, что он не даст заскучать клиенту в дороге. Мощность одного электродвигателя – 100 киловатт или 136 лошадиных сил. Несмотря на то, что это электрокар для таксистов и что это не основная модель бренда, электромобиль для такси получил самый современный аккумулятор BYD Blade емкостью 53,6 киловатт-часов. Напомним, что именно такой тип аккумулятора считается очень безопасным в плане возгорания. Такие же батареи стоят на флагманском электроседании BYD Han EV. Благодаря вышеназванной емкости электротакси проедет 418 километров по циклу NEDC. Отметим, что скорее всего со временем модель BYD D1 также выйдет и в свободную продажу. А пока что электрокар для таксистов в Китае стоит 152 тысячи юаней, что чуть больше 23 тысяч долларов. Все наши покупатели отмечают то, что приобретать электромобиль из Китая в Украине просто и надежно. И это действительно так. Все наши контакты в описании под этим видео, а также на сайте voltauto.com.ua. Электрический кроссовер ION LX получит новую кремниевую батарею. На одном заряде такого аккумулятора модель сможет проезжать порядка тысячи километров, но пока что во время испытаний электрокроссовер в ряде тестов показал пробег лишь 904 километра. Новый тип батарей был анонсирован концерном GAC в январе этого года, но тогда еще не были определены точные характеристики новой батареи. Как и то, какая модель из линейки электроавто ION получит ее первой. Теперь же известно, что кремниевая батарея у электрокроссовера будет на 20% меньше в размере и на 14% легче. Производитель уверяет, что в скором времени его электромобили будут выпускаться с аккумуляторами емкостью 150 киловатт-часов. Запас хода с такой батареей у мощных моделей будет не менее 650 километров, а, к примеру, у электро-хэтчбека ION Y – 1000 километров. Напомним, что кроссовер GAC ION LX вышел на рынок в апреле 2019-го. Авто построено на модульной архитектуре GAC Electric Platform. Базовая комплектация – это один электродвижок, который выдает 135 киловатт или 184 лошадиных силы. Если говорить о топовой версии, то это уже полный привод, то есть по одному электромотору на ось, а их суммарная мощность – 300 киловатт или 408 лошадиных сил. Теперь у этого электрокара будет и пробег минимум в 900 километров. Ну чем не идеальный электромобиль? Ну и цену, как у Вулин, Мини и Ви, конечно же, ждать не стоит. Надеемся, что это видео об электромобилях из Китая вам понравилось. Если это так, то будем благодарны за лайк и комментарии. А в разделе видео вас ждут остальные сюжеты о почти всех электромоделях из Поднебесной. Субтитры создавал DimaTorzok